Еще 10 лет назад в этом неприметном здании находилась редакция легендарной телепрограммы «Клуб путешественников» и телестудия «Кабинет» ее знаменитого ведущего Юрия Александровича Сенкевича. Мы отправимся сейчас с вами в Китайскую Народную Республику на остров Хайнань. Хайнань в переводе означает «остров южнее моря». На самом деле он находится в Южно-Китайском море, кстати, самом большом море на нашей планете. После смерти телеведущего небольшую часть обстановки, которая, собственно, и представляла собой кабинет телестудию, буквально на руках перенесли через двор в соседние помещения. В этом флегеле открылся мемориальный музей Юрия Александровича Сенкевича. Идея создать музей пришла в голову Артура Николаевича Челенгарова. Мы, члены семьи, как-то были против музея, потому что, зная натуру Юрия Александровича, мы все сошлись во мнении, что нам бы просто крепко всем влетело, если бы мы занялись организацией какого-то музея в его память, там и честь. Но у Артура Николаевича Челенгарова характер тоже неслабый. Если ему нужна была эта инициатива, он ее пробивал и добился у Лужкова. Изначально этот флигель принадлежал полицейской управе постройки времен Александра Тветьего. Здесь были конюшни пожарной команды. Затем здесь был полицейский околоток, где коротали несколько дней по задержанию жандармерии такие наши известные революционеры, как Багунин, Верзасулич. И тут даже некоторые умирали, видимо, после побоев, там, я не знаю, история богатейших. В общем, вот все дышит такими подробностями. И вот в итоге досталось нам вот это крыло этого флигеля. Музейное пространство было оформлено московским художником Евгением Богдановым. Основным мотивом дизайна стала морская тема, близкая по духу и самому художнику, и организаторам музея. И, конечно, морская тема при жизни была близка Сенкевичу, который не только любил, но и прекрасно знал море. Он принял участие во всех морских экспедициях Турахи и Рыдала. Ра, Ра-2, Тигрис. Он организовал действительно интернациональную команду. Мексиканский антрополог, итальянский фотограф, русский доктор и специалист-подводник египтянин. Среди них лишь американец Норман Бейкер был опытным моряком. На мониторах в так называемом «Синим зале» демонстрируются кадры из архива клуба путешественников. Они рассказывают о программе, о Сенкевиче, об основателе программы и ее первым ведущим Владимире Шнейдорове. Кстати, у легендарной программы было несколько ведущих, но запомнился и полюбился зрителю именно последний – Юрий Александрович. Он удивительно легко держался в кадре. Удивительно. И единственное, за что ему доставалось от режиссеров, он с ручками разговаривал. Его прямо били по рукам. Сейчас Парфенов приучил всех трясти руками в кадре и головой тоже трясти. Это молодой, уже лысоватый, человек, который мог рассмеяться в кадре. Абсолютная свобода ведения интервью. То есть вот разговор, которому хотелось прислушаться. «Эверест» все-таки самая высокая вершина в мире. Высота ее 8 848 метров, 13 сантиметров. Видите, какая точность. Его пригласили как гостя в эту передачу. По-моему, две передачи было, потому что заодно было не рассказать обо всем, потому что фильм был и все такое. И после этого пошли мешки, мешки, писем, вот такие крафты, битком набиты. Оставьте вот этого парня, оставьте. И какой-то вот был ветер. Вот все-таки каждый человек должен иметь право говорить о чем-то, не запоминать сценарий и текст выдавать в эфир. А если за ним вот эти паруса и ветер, и свист ветра, и волны, тогда получается, конечно, совсем другое. Ну, думаю, что основное, чем он отличался от многих ведущих сегодняшнего дня, это тем, что он был настоящий путешественник, специалист. Среди путешественников, может быть, в нашей стране он был единственный, который достаточно хорошо знали за рубежом. То есть это человек, который пришел заниматься своим делом. За ним зритель чувствовал понимание и знание предмета. Также люди с большим удовольствием шли в программу, потому что понимали, что имеют дело с профессиональным, знающим человеком. Он был заинтересованным, компетентным в этих проблемах. Вот это, видимо, привлекало и людей в клуб. Люди были совершенно неординарные. Это были тоже не просто узкие какие-то специалисты, которые по книгам и по, так сказать, рассказам знали о путешествиях. А люди, которые в те времена, ну, гремели по всему миру. Добрый вечер, господин Кусто. Как вы поживаете? Очень хорошо, благодарю вас. Простите, я не говорю по-французски. Вы не говорите по-французски? Говорю, ну, плохо. Я предпочел бы говорить по-английски. Мой родной язык французский, но если вам так удобнее, я готов говорить по-английски. Приходя на программу к Сенкевичу, именитые гости оказывались в точно такой же студии клуба путешественников. Непринужденная дружеская беседа велась в уютной, почти домашней обстановке, среди старинной мебели из Непала и разнообразных предметов. Каждую вещицу Юрий Александрович привез из какого-то путешествия. Каждая грела Сенкевичу душу и напоминала о неповторимом приключении. Сейчас это почти традиционные музейные экспонаты. Вот, например, две самых первых вещи, которые он всегда держал при себе, это фляга. Это обычная армейская фляга. Тот войлочный чехол, в котором она находилась, давно истлел. Но воду он по-прежнему носил с собой в этой фляге. Или вот этот замечательный экспонат – это космическая упаковка медикаментов и инструментов, которые выдавались первым космонавтам. Он продолжал до последних дней использовать эту укладку, как она называлась тогда, медицинскую укладку, по назначению. И брал с собой в экспедиции. Там были лекарства. Я просто очень рискую, пытаясь открыть этот чемодан. Там есть несколько лекарств, которые сохранились ещё. Потом он добавлял какие-то современные. Вот, например, турунда – кровоостанавливающая, невскрытая. Какие-то порошки, хотя я… Голодная боль, ампулы. Это всё подлинные лекарства, которые пригождались больше в экспедициях клуба путешественников, нежели в космосе. Хотя я очень плохо представляю, как можно… Здесь ещё были порошки. Как можно в невесомости принять порошок. Вот, это вещи самые долгоживучие в этой экспозиции. Интересно, что большая часть вещей – это подарки. Причём самыми ценными порой оказываются самые неприметные вещицы. Всё зависит от фамилии дарителя. Так вот эти солнечные очки были подарены Сенкевичу знаменитым итальянским альпинистом Карлом Маури. А вот эти очки для глубоководного ныряния – известным дайвером Жаком Маулем, который, кстати, сам их и сделал. Это подарок Хирдала. Это полинезия. Это тыква. Но обратите внимание, какая работа. Нет буквально квадратного сантиметра, не заполненного изображением. А всего-навсего народное творчество. А такая изумительная вещь. Это тоже подарок Хирдала. Это Мексика. Этот компас тоже провёл полужизни буквально с Юрием Александровичем. Старинный компас, который он купил в Египте по завершении первой экспедиции РА. Вот акула, маленькая акулка, которую он поймал на этот крючок, путешествуя через Атлантический океан. Это нос меч рыбы, который, усохший, превратилась буквально в кость. А очень долгие годы она была мягкая, эластичная. Это Гималайя. Это тоже Гималайя, молельный барабан. Вот это замечательный, трудно, наверное, догадаться, для чего это. Это для сбора ягод. Наш север, Архангельск. Так же, как вот и этот туесок. Но это всё просто очень старые вещи, русские, которые уже заслуживают того, чтобы их называли музейными экспонатами. Вот это очень редкий для России экспонат. Знаменитая плетёная лодка в миниатюре. А в Перу такие модели не редкость. Каждый перуанский ребёнок имеет у себя дома по несколько штук. Лодку строили индейцы племени Аймара. Вот они почти все живы по сей день. Они неграмотны. Люди преисполнены любви ко всем, кто путешествует на их лодках. И надо сказать, что нынешний президент Венесуэлы тоже принадлежит к племени Аймара. Вот на первый взгляд нам кажется, что здесь две сигары. Вот они. Собственно, всё строительство – мачта, кабинки, рули – это уже потом дело пятое. А лодка состоит из туго-туго стянутых сигар. И внутри надо разместить точно такую же третью, но так стянуть лодку, чтобы она исчезла между этими двумя сигарами, что сообщает выталкивающую плавучесть всему сооружению. И, собственно, строительство каждой лодки в основном заключалось в увязывании вот этих тростниковых толстенных сигар. Это модель Ра-2. Вот можете видеть, как людям приходилось непросто пересекать тысячи миль через весь Атлантический океан, находясь постоянно вот в этой кабинке или на вахте, или у руля. Тем не менее, вот интернациональный экипаж. И слава великому гуманисту, на мой взгляд, Туру Хейрдалу, основная идея его была, что люди, ведь в экипаже были люди разных национальностей, вероисповеданий, поэтических убеждений. Все уходит на второй план. Если они объединены одной целью, и это их сплачивает и заставляет быть товарищами. Ра-2 отчалила Исафи в июле 1970 года с целью повторить предыдущее путешествие Хейрдала. На этот раз он добился успеха, и судно Ра-2, выдержавшее шторма Атлантики, было эскортировано в Бриджтаун на Барбадосе. Вновь Хейрдал одержал победу. Все трудности преодолимы, если есть общая цель. Завет Туру Хейрдала еще раз подтверждает групповая фотография участников международной трансантарктической экспедиции. В 1989 году люди разных национальностей прошли Антарктиду с запада на восток на собачьих упряжках. Очень трогательная деталь. На групповой фотографии запечатлены не только они сами, но и все собаки. Сенкевич побывал в Антарктиде еще в 1967 году. Он был врачом экспедиции и проводил там научные исследования. Поскольку Институт медико-биологических проблем тесно сотрудничал с НАСА, у них были ежегодные симпозиумы и конгрессы, посвященные различным медико-биологическим проблемам. Больше всего, конечно, это проблема невесомости, физиология человека в невесомости. Поэтому было очень много друзей и американских космонавтов в том числе. Люди, очень интересные люди, как-то постоянно находились в орбите общения. Поэтому жизнь была настолько насыщенной и полной смысла, и энтузиазма. Вот сейчас мне просто трудно поверить, как энергично мы жили, когда надо было попутно и семьей заниматься, и детьми работать. Интереснейшая жизнь и счастье, что это все было. А вот этот зал выражает концепцию всего музея. Здесь нет экспонатов, кроме, пожалуй, этого импровизированного корабля, многочисленных фотографий и книг о путешествиях. Зато есть стол, за которым умещается 13 человек. Такая конструкция зала позволяет воплощать в жизнь ту самую основную идею музея, проводить встречи нынешнего состава клуба путешественников, уже не телевизионного, но по-прежнему действующего. Когда этот музей открывался, думали, что это будет такой мемориальный кабинет имени Юрия Саныча, куда будут приходить люди, смотреть какие-то предметы и так далее. То есть некая мертвая такая вот структура, которых очень много существует, когда мемориальный музей, какие-то вещи личные, которых касалась рука того человека, которому посвящен музей и прочее, об этом рассказывают экскурсоводы с придыханием. Мы решили как-то отойти от этой концепции. У нас есть действительно интересные экспонаты, и те, которые принежали Юрию Санычу, и те, которые принесли его коллеги, всякие кинокамеры, на которые снимался клуб, еще ряд других вещей. Что-то действительно они приносят, дарят, и хотят, чтобы это здесь осталось, потому что это вещи, которые говорят о прошлом, но и могут рассказать что-то новому поколению. Так вот, была идея именно для того, чтобы клуб жил, хотя его нет уже на экране, и я сомневаюсь, что может возникнуть вновь передача такого качества и такого уровня при нынешнем развитии телевидения, чтобы сохранить какую-то память, преемственность. Мы не хотим называться музеем, потому что мы хотим, чтобы это был дом путешественников. К нам приходят альпинисты, дайверы, яхтсмены. Вот здесь замечательные, лучшие имена наших современных яхтсменов и мореплавателей. Круг этот не очень большой, там каждому, так сказать, знают цену товарищи свои же. Люди приходят со своими фильмами, со своими рассказами. Если говорить о современных каналах, они это в последние годы клубки путешествий в принципе практиковал, то есть это рассказ о туристических маршрутах. Вот сейчас в основном большинство путешествий это путешествия по туристическим маршрутам, по местам, где принимают туристов. Ну это понятно, потому что фирмы, которые, так сказать, эти туры организуют, они и проплачивают, так сказать, в основном возможность ехать, снимать, рассказывать об этих тур-маршрутах. А у Юрия Александровича это было совсем другое. У Сенкевича люди, которые рассказывали о путешествиях, это были личности, начиная там с землепроходцев, первых российских, там, кончая с современными исследователями подводного мира, с палеологами и так далее. Это были люди, профессии которых давала им возможность путешествовать. Не туристы, а путешественники. Это, наверное, разные вещи. Благодаря Юрию Сенкевичу и его гостям наши соотечественники видели мир, скрытый от них железным занавесом. На клубе путешественников выросло не одно поколение советских и российских граждан. Для многих клуб путешественников был и остается культовой передачей. А Юрий Александрович не только прекрасным ведущим, но и учителем, другом, премьером для подражания. Сидар, сити. Сидар в переводе кедр. Но на самом деле это дерево, ну, американцы называют Джонипер Три. Это одна из разновидностей туи, которая нам хорошо, в принципе, известна. Знаете, Сенкевич очень любил Россию. Это не красивые слова, это не пафос, действительно, при том, что он, трудно сказать, сколько стран он объехал, где он снимался с съемочными группами, но всегда питал очень глубокие чувства к России. Например, меня поразило, что вот участвовала в такой экспедиции клуба, где был Турхьердал и все наши телезвезды того времени, 90-х годов. И Сенкевич с собой всегда возил полбуханки. Сначала буханку, потом пол, потом из нас черного хлеба. Потому что она хотела, это была часть дома, которую он с собой возил. Он был легким человеком. И основная вот его черта, к нему обращалось невероятное количество людей с различными просьбами. Вот если, допустим, в затылок выстроить всех, кому он помог, кто его о чем-то против, то за горизонт уйдет эта вот змейка. И он никогда, не важно, кто к нему обращался, неважно. А просьбы-то все тяжелые были. Кому-то там с квартирой помочь, кому-то помочь приобрести машину, ведь это же все было проблемно очень, вплоть до начала перестройки. Кому-то маму положить вот именно к этому специалисту в клинику. То есть в день, я не знаю, сколько просьб он был, он никому не отказывал. Ни-ка-му. И просто принимал как команду. Это надо сделать. Добивался. Иногда ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза. Поэтому я таких людей, может быть, еще пару человек за всю жизнь видела. Какая-то потрясающая отзывчивость и желание помочь человеку. Пусть он его даже как-то не очень ценил или привечал, но человек в беде, человек просит. Многочисленные фотографии рассказывают о жизни и работе Юрия Александровича, о его встречах с известными учеными и путешественниками. А залы Мемориального музея Сенкевича наполняют этот рассказ деталями. Музейные экспонаты несут знания о странах и континентах, пробуждают желание к путешествиям, изучению нашей планеты, новым исследованиям и открытиям. Музейные экспонаты Музейные экспонаты Музейные экспонаты Музейные экспонаты Музейные экспонаты Музейные экспонаты